Русские новости Я не знаю уж кем они себя мыслят, может быть доносителями какими-то, но по крайней мере это агентура совершенно чуждых враждебных нам сил. И вот действительно среди казачков есть засланные нашими врагами, просто прямые враги российской государственности и русского народа. Вот посмотрим образец того, как засланные казачки самоопределяются. А кто против президента, сорву погоны лично. Не дай бог, кто вякнет против президента Путина. Это не казачество. Казаки всегда были за веру царя Отечества. Сегодня царь у нас Путин. Но президент, как и государь-император, и которого привели к власти род Романовых казаки на своих шашках, всю жизнь опирались на казачество. И только казаки стояли возле президента и 300 лет нерушимо, пока царь сам не отказался. Мы должны стоять рядом с президентом России Владимиром Владимировичем Путину. И поддерживать его во всех начинаниях. И доложить, и принять здесь, на круге, о поддержке политики президента России Владимира Владимировича Путина во внешней и внутренней политике. Вот эта нечисть, которая объявила себя казаками, вот эти мерзостные рожи, которым только в полицаях служить, объявляют себя последователями монархии и царской власти, защитниками царской власти. Это, конечно, негодяи-подлецы, это те, кто как раз расстреливал и резал на ремешки русских людей, когда они защищали свою страну в 1917 году от большевистского переворота. Это самые настоящие большевики. И более того, это такая смесь красного с голубым, такая вот багровая смесь, мерзостная смесь либерализма и коммунизма. Вот эти люди, которые понавешали на себя наград, погон, сейчас за государственный счет им шьют, то есть за наш счет им шьют форму, им платят какие-то реестровые барыши, что-то они там пытаются извлечь какую-то пользу из того, что они обслуживают ныне действующий оккупационный режим. Вот посмотрите на эти рожи, вот на эту рожу конкретно, это вот воплощение вражды к русским людям, так называемых казаков. И очень справедливо некоторые наши соратники говорят, слава богу, что мы не казаки, потому что что не казак, то какое-нибудь недоразумение, даже если это хороший человек. Но уж в таком случае, когда люди просто напрямую обслуживают ныне действующий, совершенно антимонархический, антироссийский, противоречий вообще всем эпохам русской истории режим, это, конечно, абсолютные наши враги. Это нечисть, нечисть, которая должна быть вычищена, а вот эти мерзостные рожи, этих не просто надо пороть на площади, хотя и с этого, видимо, надо начинать. Не только сдирать с них погоны и ордена, совершенно незаслуженные и не обусловленные никакими решениями законной власти. Этих людей надо сажать в тюрьму, это изменники, родины, самый настоящий вот этот так называемый атаман Ратиев, бандит, уголовник. Его надо сажать в тюрьму, его надо сажать в тюрьму, чтобы, не дай бог, он кому-то на воле заморочил мозги своими вот этими экспрессивными речами, якобы идущими от сердца, от гнилых каких-то корней идут все эти речи, и с этой мерзостью, конечно, мириться невозможно. Ну давайте посмотрим на других засланных казачков, у нас их много и нам в русское движение специально пытаются внедрить вот такие структуры, как партия Возрождения Отечества Николая Старикова или национально-освободительное движение Евгения Федорова, чубайсиста, ельциниста, путиниста, ему, в общем, все равно кому служить, но вот ему поручили сейчас в нынешних условиях объявить, что вот он ведет национально-освободительную борьбу, более того, русского народа, русского, его активисты говорят о том, что они русские. Вот давайте посмотрим на то, что лепили эти активисты, когда они пришли к нам на шествие, на первомайское шествие, на русскую весну, и якобы мы приглашали, вообще-то не их, мы приглашали движение Новороссия, и один из представителей этого движения был, может быть, несколько, но, как оказалось, движение Новороссия пронизано вот этой агентурой, засланными казачками, которые говорили вот так, давайте мы вместе послушаем, что они несли. Если бы в Кремле сидели мерзавцы и негодяи, за 24 года можно было уничтожить народ, но его не уничтожили, и нужно говорить честно, что есть те, которые сопротивляются и делают все возможное, чтобы она островалась, а другие есть, которые прикармливаются. Ну, действительно, если в Кремле сидели бы одни негодяи, то, наверное, Россия бы просто скончалась, но в Кремле сидят практически одни негодяи, поэтому за 24 года, про которые эта дамочка говорила, вот эта нодовка так называемая, мы, честно сказать, и я, и мои соратники, идущий рядом с ней, выслушивающий весь этот бред Владимир Филин, относимся к этим людям с брезгливостью. Это люди, лишенные собственного достоинства и обслуживающие просто из какой-то такой убогой простоты душевной, которая хуже воровства, ныне действующий воровской режим. Вот поэтому они так говорят, ну вот есть же там какие-то хорошие люди, ну есть они, да нет там никаких хороших людей, понимаете, хороший человек просто хлопнул бы дверью и со скандалом бы ушел. Как некоторые уходят, потом их обвиняют там во всем, там вот человек, который отвечал за антидопинговую деятельность, хлопнул дверь и уехал за рубеж, чтобы его тут же не арестовали, не пристрелили, не зарезали, не законопатили в тюрьму, и где-то там на Западе что-то сказал про специальную допинговую систему, которая в Российской Федерации принята. Я верю ему, я не верю путинской администрации, путинским чиновникам, которые заведуют спортом, якобы, что не было никаких допинговых приключений у наших спортсменов. Были наверняка. Ну вот такие люди, они хлопнули дверью и ушли. Или там, скажем, директор статистического института, который хлопнул дверью и опубликовал статью, в которой разоблачил весь обман, кратный обман в статистике, который нам представляют. Он и в позитив кратный, и в негатив кратный, то есть в позитив преувеличенные достижения, в несколько раз любые достижения, которые в каких-то параметрах выделяются. И в негативе, естественно, преуменьшены, преуменьшены все негативные явления, тоже кратно, в разы, а то иногда и в десятки раз. Вот достойный человек хлопнул дверью и ушел. А эти говорят, ну там же не все, назовите хотя бы одного, назовите хотя бы одного честного человека, к которому можно было обратиться и можно было бы рассчитывать на его разумность. Да нет, там таких нету. Пишите, Шура, пишите. Вот пилить, помните, в Золотом теленке. Пилите, Шура, пилите. Там она золотая. И, значит, Шура Балаганов пилит чугунную гирю. Вот и здесь тоже давайте пилить. Пишите, пишите. Может быть, ваше письмо когда-нибудь дойдет до честного человека. Этого не будет никогда. Ну нет там честных людей, актуально они не существуют. Они, может быть, там есть такие, знаете, штирлицы замаскированные, но мы о них не знаем ничего. Кому они служат, ради чего? Назовите хотя бы одну фамилию. Я не знаю, я не знаю, признаюсь, что я внимательно слежу за политическими высказываниями, воззрениями и так далее. Я не знаю приличных людей в администрации президента, в правительстве, вообще не знаю в этой системе ни одного честного человека. Ну вот эта дамочка, наверное, знает. Но фамилии она не называет. Я думаю, что и не назовет. А если бы назвала, то, наверное, мы бы посмеялись вместе. Которые совершают проекты а-ля улю Рохлин, собирая людей и высвечивая самых лучших. А самое удивительное, что они считают, что они выживут. Вот заметим, что здесь было сказано. Это не совсем хорошо было слышно. Есть люди, которые организуют проекты. Внимание, это специальная такая фраза вставлена. А-ля улю Рохлин. Вы помните, Лев Рохлин готовил свержение нынешней власти. Готовил достаточно откровенно, открыто. И за эту открытость, может быть, за избыточную открытость и поплатился. Но как по-другому он мог? Он должен был действовать открыто. Вот он действовал открыто. Он открыто объявил эту власть незаконной. И открыто объявил о том, что она будет смещена. И назначено было время, место сбора людей, кто соберется и так далее. И эта власть бы рухнула, если бы не закулисная операция по уничтожению Льва Рохлина, по его убийству, организованному. Полторанин в своей толстенной книжке «Власть в тротиловом эквиваленте» достаточно прозрачно намекает, что пропуск Путина на вершины власти был осуществлен именно в результате этой операции. То есть Владимир Путин прямо причастен к политическому убийству Льва Рохлина. Это грязное преступление, это клеймо на ныне действующий режим. А как высказывается эта дамочка? Посмотрите. Аля Улю Рохлин. То есть она как бы обвиняет всех тех, кто память о Льве Рохлине сохраняет. Она обвиняет в таком, я бы сказал, в ернической манере, в ерническом ключе, обвиняет в том, что они пытаются чего-то подорвать. Там тихо кто-то, безымянные какие-то работники администрации президента стараются удержать страну, стараются не допустить переворотов. А тут, понимаете, мы выходим и вспоминаем про Льва Рохлина. А это все называется а-ля Улю Рохлин. Понимаете, вот это наше движение, вот для них, для этого так называемого НОДа, национально-освободительного движения. Отчего они нас освобождают? Нам они не нужны. У нас есть свое представление о том, что должно быть в России, кто являются нашими врагами. Вот НОД, национально-освободительное движение Евгения Федорова, это и есть враги. Абсолютные враги. Если бы мы знали, конечно, что это НОДовцы, ну мы бы просто их не пустили. Они, конечно, пришли без флагов, потому что знали, их флаги будут спущены на нашем мероприятии, мы не допустим. Если бы мы знали, что Новороссия, движение Новороссия нам под видом своих сторонников пришлет вот эту шваль, извините, мы, конечно, бы, наверное, не стали бы приглашать в следующий раз, видимо, будем как-то иначе договариваться и иначе оформлять свои приглашения. Духу этих людей на наших шествиях не должно быть. Но нам интересно, что говорит эта дамочка, тем более, что это ролик, снятый ее собственными соратниками, сторонниками, которые шли, все это снимали. И возражения Владимира Филина здесь просто были исключены, и его речь была оккупирована для того, чтобы выставить вот эту дамочку якобы таким вот трибуном. Ну, послушайте, что она говорит. Это просто бред сивой кобылы. Но я хочу вам заметить, что предатели не нужны ни в какой стране мира. И как бы они ни пытались рассказывать, говорится, там, какие хорошие русские, что их поминают или что-то там, как говорится, они погибают. Вот с этим можно согласиться. Предатели не нужны нигде. Вот НОТ – это предатели. Это предатели. Так же, как и вот эти засланные казачки. Это тоже засланные казачки. Мы их в русском движении не принимаем и просим всех, кто туда входит, в это так называемое национально-освободительное движение Федорова, идти куда подальше. Идите на путинские митинги, организуйте свои. К нам не надо ходить. Вы наши враги, абсолютные враги. И вот речью этой дамочки все здесь подтверждено. Мы же прекрасно понимаем поднагодную любой политики, поднагодную любого движения. Поэтому сегодня, чтобы мне хотелось, я пришла сюда для того, чтобы ни в коем случае русский народ не заставляли выходить на улицы. Здесь достаточно внятный намек, что у нас, у нашего русского движения есть что-то такое поднагодное, которое эта дамочка, это существо, которое не понимает абсолютно ничего ни в политике, ни в жизни, думает, что она что-то знает об этом, что знает о каких-то тайных пружинах нашей деятельности. У нас нет никаких тайных пружин. Просто мы не откровенничаем на всех углах, что мы будем делать завтра. А эта тетушка представляет дело так, как будто бы мы что-то там таим, что мы связаны с какими-нибудь, наверное, олигархами, что мы от кого-то получаем деньги, кем-то спонсируемся. Ну вот эти люди, нодовцы, они спонсируются, мы знаем кем, да, они спонсируются Кремлем, им предоставляют возможность соваться везде, где угодно. Я уверен, что эта дама получает мзду за свою деятельность, Иудину, и вот этот засланный казачок и ее группировка, конечно, получают финансирование. Я в этом не сомневаюсь. А вас уверяю, что мы получаем финансирование только в виде крошечных добровольных пожертвований, которые вообще даже стыдно упоминать, поэтому я о них чаще всего и не говорю, хотя всегда выражаю благодарность всем тем, кто хотя бы вот свою небольшую лепту вносит в то, чтобы русское движение существовало и чтобы его не подменяли всякие засланные казачки, которые ведут его в пропасть, подставляют людей под политические репрессии. Мы этим не занимаемся. Мы занимаемся политикой, политической деятельностью, которая в основном публичной, в ней нет ничего тайного, чтобы мы не могли рассказать своим соратникам и чтобы выходило за рамки закона. Мы действуем строго в рамках закона, даже если этот закон нам не нравится, даже если этот закон мы считаем законом оккупационным, но в рамках этих законов мы действуем, хотя и требуем полной смены этих законов, а также привлечения к ответственности всех тех людей, которые эти законы понаписали, в том числе законы о митингах и прочее, и кто законоприменительную практику ввел, что мы должны там ходить, кланяться, кому-то чего-то там выпрашивать, воспрашивать, все эти люди должны сидеть в тюрьме. Я думаю, что это все руководство московского ОВД вместе с префектурными вот этими начальниками, все эти следователи, которые вокруг нас вьются, весь департамент общественной безопасности города Москвы, это просто негодяи, вышедшие из спецслужб, такие подлецы, которых по найму держат. И руководство мэрии, конечно, во главе с Собяниным, все его префекты и прочая сволочь, это, конечно, люди, которые подлежат аресту, я в этом не сомневаюсь. В первый же день русской национальной революции эти люди должны быть арестованы, это враги народа. Как и вот эта дамочка, хотя ее арестовывать незачем, это просто транслятор такой убогий, примитивный, послушаем дальше. Для того, чтобы ни в коем случае русский народ не заставляли выходить на улицы и не заставляли брать штыки. Ну, представь себе вот этот бред, то есть тетушка приходит на наше шествие, чтобы русский народ не заставляли выходить на улицы и брать штыки. Какие штыки? О чем ты мелешь? Что за штыки? Какие штыки? Мы вышли уже на улицу, мы вышли и мы здесь существуем. И мы выражаем интересы русского народа. Да, русский народ еще предпочитает сидеть по своим квартирам, но мы выражаем его интересы, выражаем его политическими методами. Про штыки и слова нет. Но если возможность, конечно, возникнет такая, то, конечно, мы возьмем в руки оружие и будем сражаться за свою свободу. Но на сегодняшний день об этом речи нет, и никаких призывов ни к насилию, ни к революции от нас не происходит, кроме революции, которая должна произойти прежде всего в мозгах. Мы прекрасно знаем, что социальная революция происходит только после того, как происходит революция в мозгах. Вот этой революции пока что нет, пока что нет. И мы поэтому обращаемся к русским людям с тем, чтобы они как-то прозрели, увидели, что вокруг них, и начали участвовать в русском движении. Без этого, без массовости русского движения, конечно, ничего не сдвинется с мертвой точки. А чтобы мы договорились через свой русский интеллект, понимаете? Вот это сегодня самое главное. И русский, это не всегда национальность. Вот интересно, что еще русские, кроме как не национальность? Да это вообще не национальность. Это не национальность, и русские никогда не национальны. Это нация. Русские – это нация, политическое явление, историческое явление. Русские – это народ, но никак не национальность. Когда русских называют национальностью, то их уравнивают со всеми другими народами, коренными, некоренными, и вообще совершенно чужими для русских. Русские – это не национальность. Русские, как хозяева в своей стране, которые по праву должны быть хозяевами, называются нацией, политическим явлением. Есть между русскими и родство, несомненно, в этом плане, конечно, мы с научной точки зрения, в научной терминологии, русский – это этническая общность. Но сравнивать русскую этническую общность, которая пронизана в том числе и политическими, и культурными отношениями, с другими так называемыми национальностями, это вообще термин, придуманный во времена советской власти, или с другими этносами, это, конечно, безумие, но вот это тетушка сравнивает, она говорит, это не всегда национальность, это никогда не национальность, никогда. Русский – не национальность, а нация. Разница принципиальная. Я надеюсь, что слушатели, зрители русских новостей это хорошо понимают. Понимаете, в Великой Отечественной войне в 12-м году страну защищали и армяне, и поляки даже были. Вот интересно, про войну 1812 года в национально-освободительном движении имени Федорова вообще хоть что-нибудь знают? Армяне защищали в 1812 году, и поляки защищали. Это где-то они защищали. Вообще, польская конница была на стороне Наполеона, и французская армия была поляками насыщена еще как. Армяне, не знаю ни одного армянина, грузина Багратиона знающая, а вот армян что-то не припомню. Русская армия была у Кутузова, Багратиона, Барклайды Толи. Русская армия, они себя считали русскими генералами, никакими другими. Ну, ни одного армянского или польского генерала там не было. Ну, не было, что поделать. Ну, разве это интересно? Разве это интересно этим дамочкам, этим нодовцам так называемым? Они ничего о своей стороне не знают и знать не хотят. Им это неинтересно. Им интересно обслуживать ту безобразную группировку, которая ныне находится у власти, и объяснять, что вот в ней есть какие-то здоровые силы. Да нет, там никаких здоровых сил. И вот нездоровье этой дамочки тоже показывает, что о здоровье нынешнего режима говорить не приходится ни в каком смысле. И украинцы были тогда, и белорусы, и все. Понимаете, казахи, и узбеки, и таджики. Украинцы, белорусы, казахи, ну, во-первых, белорусы и украинцы в 1812 году называли себя русскими. Русские жители Украины, русские жители западно-русских губерний. Казахов вообще не было, даже такого слова казахи не было. Казаки были, казахов не было. Таджики, узбеки. О чем говорит этот человек? О чем говорит эта дама, которая отличается, ну, разве что, некоторой ухоженностью, ухоженностью своей внешности, больше, я думаю, ничем. Умом и сообразительностью она явно не обладает. Не знают историю, не знают они историю. И потому нам с ними не по пути. Они не за русскую Россию, они не за восстановление той России, которая была известна в мировой истории, нам хорошо известно, как государство и страна наших предков. Нет, они хотят путинскую Россию, страну воров. Вот страну воров они обслуживают. Больше у них никакой миссии нет. Вы знаете, и Советский Союз, это была страна, где жили все национальности. Плохо ли, хорошо ли, но все жили. Поэтому сегодня нельзя поднимать вопрос, как национального острия этого делать, ни в коем случае нельзя. Видите, для чего все это говорится? Нельзя поднимать национальный вопрос. Ну, нельзя поднимать национальный вопрос. То есть быть русским нельзя. Это в понимании вот этих так называемых нодовцев. Нельзя быть русским человеком. Нельзя поднимать русский вопрос. Это единственный национальный вопрос, который в России существует русский. Остальные тоже есть, но они на порядок менее значимы и решать их можно только решив русский вопрос. Русский вопрос не будет решен, всем остальным народом просто кирдык, за исключением небольшого числа, двух-трех так называемых национальностей, хотя от национальности трудно что-то тоже найти. Но тем не менее, без решения русского вопроса, конечно, никакой другой вопрос не может быть решен. В НОДе считают, что не нужно поднимать национальный вопрос, и это нам говорит все. То есть не надо читать уже никакие программы, что там слушать, что говорит этот Федоров полоумный. Ну он разыгрывает, конечно, из себя психа, но тем не менее не надо слушать даже ради того, чтобы как-то позабавиться. Вот эта тетушка все сказала. Она все сказала. Не нужен национальный вопрос. То есть вы русский, это НОЛЬ, вы никто. И вот они так считают. Мы считаем по-другому, поэтому мы должны идти в разных колоннах. Федоров ничего не сказал, чтобы было страшно. Федоров говорит правду. Федоров говорит о том, что в стране двоевластия. Федоров говорит о том, что в 1991 году произошел госпереворот. Он, может быть, не досказал, кто предал Советский Союз. Что сегодня партийные элиты и люди, сидящие в парламенте, приватизировали власть. Ну вот мы ведь тоже о том же самом говорим, что в 1991 году произошел государственный переворот. Что не просто приватизация власти. Приватизация власти, конечно, не думскими депутатами произведена. А олигархия и власть, и собственность, все. Но мы к этому говорим, что госпереворот был совершен и задолго до, в феврале 1917 года, в октябре 1917 года. И после, когда Путин пришел к власти, тоже был государственный переворот. И когда Ельцин правил в 1996 году, когда его объявили президентом, хотя не избрали народ, его не избрал, и голосов он не получил. Государственный переворот произошел и в 1993 году, когда утвердили ныне действующую конституцию. То есть с 1991 года идут сплошные государственные перевороты. И каждая избирательная кампания предназначена для того, чтобы очередной государственный переворот совершить, очередной захват государственной власти произвести. Это каждый раз происходит. Подтасовка результатов выборов, формирование избирательной системы так, чтобы ни в коем случае мнение граждан не было учтено, партизация и так далее. Не будем на эту тему отдельно. Мы уже и говорили, и еще поговорим ближе к выборам о том, что это за выборы, почему на них ни в коем случае нельзя ходить, ни в коем случае нельзя поддерживать. Кого бы то ни было, кого бы то ни было. Кроме тех, кого вы знаете лично, как абсолютно честного человека, и то его стоит отговорить от участия в этом бесовском спектакле. А эти люди нам объявляют, что в 1991 году были какие-то безобразия, а теперь двоевластие. Позвольте, это Путин-то, это двоевластие. Вот вы посмотрите на Путинщину и скажите, что это двоевластие. Что полная унификация политической системы, полное закрытие ее, превращение политического класса в группировку, узурпирующую власть. Полная унификация всех СМИ, где все новости одинаковые и никакой критики нет. Полное закрытие доступа оппозиции к средствам массовой информации. Это двоевластие называется. Где вторая власть? Покажите. Кто? Вот Путин и антипутин. Кто антипутин? Я утверждаю, что антипутина, антипутинцев во власти нет. И даже просто не путинцев нет. Там только одни путинцы. Поэтому те, кто поддерживает Путина, поддерживают нынешний режим во всех проявлениях этого режима, во всех безобразиях, какие только есть. Поэтому и нодовцы в лице этой дамы тоже поддерживают Путина и поддерживают все безобразие, все воровство, всю коррупционную систему, всю государственную измену. Они поддерживают именно это. Хотя пытаются прикинуться другими. Они не другие. Они точно такие же. Посмотрим дальше. Я пришла сюда обсуждать не Федорового. Я сегодня пришла на русский марш. Я являюсь русской. Да, мы вообще не знаем, куда она пришла. У нас не русский марш. У нас шествие называется «Русская весна». Будучи русской, она пришла. А мы ее не приглашали. Мы не приглашали. Я лично русскими. Таких людей не считаю. Это русскоговорящие. Русскоговорящие. Что в них русского? Да ничего. Абсолютно ничего. Не потому что, чтобы заявить, что я против страны, то, что в стране все говно, люди здесь дрянь, нужно выходить на улицы. Я пришла сюда сказать, что русские – самый достойный народ. Видите, этот рефрен, он как раз показывает, что в мозгу это такое больное место. Не надо выходить на улицу. Не все дрянь здесь и так далее. Вот я против. А что ты пришла-то? Если не надо выходить на улицу, так не выходи. Иди домой. Нет, ей надо вот здесь поучаствовать. Двух-трех своих товарок дамочка привела. И они вот как-то ее морально поддерживают. Ну и навязалась с разговором к Владимиру Филину, который думал, что ему вопрос какой-то зададут. И вот весь этот речитатив – это подводка к какому-то вопросу, который так и не состоялся. Но это русские сегодня могут поднять справедливость везде. Нет, услышьте меня, пожалуйста. Я не передерпу. Я не могу вас не передерпать, потому что вы так долго говорите, что я вам ответить не могу. Такое впечатление, что разговариваешь с радиоприемником. Вот Владимир Филин все-таки ждал, когда же прозвучит вопрос. Вопроса нет. Есть вот русские, самые-самые русские, я русская, мы русские, самые лучшие. Никакой актуальности нет. То есть есть просто поток слов и боязнь остановиться, боязнь услышать что-то такое, что опровергнуть будет невозможно. Ну вы согласны с тобой, что сегодня нужно сделать все возможное, чтобы не было крови в стране? А мы и делаем это. Все возможное, чтобы не было крови в стране. Кровь льется каждый день. Каждый день. Путин втягивает страну в одну войну за другой. И бандитский беспредел по всей стране. И убийство, криминальное убийство по всей стране. Кровь течет каждый день. И эта дама нам представляет ситуацию так, что нам главное обсудить вот этот вопрос. Как бы, чтобы не пролилась кровь в России. Но все сделано так, чтобы она пролилась. Путин это основной организатор кровопролития в России, который состоится неизбежно. Потому что они будут проливать кровь для того, чтобы удерживать свою собственность и присвоенную власть неограниченно долго. До последнего дойдут. Именно поэтому сейчас создана так называемая национальная гвардия с правом стрелять по толпе, по беременным, по детям и так далее. Вот она подготовка к массовому кровопролитию. Путин это готовит. А вот эта шваль нам объясняет, что оказывается это, наверное, мы что-то такое готовим, замышляем. Какие-то у нас, наверное, тренировочные лагеря, стрельбы проходят там. Целые армии мы готовим к чему-то. Этого ничего нет. Этого ничего нет. Я был бы рад, если бы это было. Если была бы возможность действительно готовить людей к защите самих себя, своих семей, своей страны. Но все раздавлено, все раздавлено. Никаких национально-патриотических клубов, все это затерто. Только путинистам позволено кем-то быть. Поэтому мы все рабы, у нас нет тех возможностей, которые должны быть у каждого гражданина. Нас специально делают рабами. Из граждан превращают в рабов. И подсылают к нам засланных казачков, чтобы они нам объясняли, как это хорошо быть рабами. И еще, чтобы наш разум возмущенный кипел в поддержку ныне действующего так называемого президента-самозванца. С микрофоном шел я. И действительно, я считаю, что в Кремле сидят только предатели, только воры. И никаких других людей туда просто не допускают, не берут. Потому что, ну как же так, ты чистенький, а мы все тут грязненькие. Чуть что нам всем в тюрьмам сидеть или у стенки стоять, а ты кто такой? А ты чистенький уйдешь, ты еще и нам какие-нибудь претензии пределишь? Нет, там нет никаких чистеньких. И кто туда чистеньким приходил, того пачкали так, что мало не покажется. Еще как бы двойным слоем покрывали, чтобы не было уже никаких сомнений. Ну, я спрашиваю, вот разумный человек каким-то образом это будет опровергать или нет? Покажите мне хотя бы одного честного человека в Кремлевской администрации, в Государственной Думе, ну где угодно. Покажите мне честного представителя государственной власти. Среди депутатов, может быть, там есть совсем уж незнакомые, ничем нигде не замеченные люди, которые в силу своей бездеятельности сохранили свою незапятнанность. Ощущение такое, что вряд ли это у кого-то получилось. Скорее всего, не получилось. Но чуть выше, вот скажем, какая-то должность представителя Комитета Государственной Думы. С этой должности выше и никаких проблем. С уровня департамента правительства или департамента администрации президента и выше. Есть какие-то сомнения в том, что все это пронизано коррупцией, изменой, воровством? У меня нет. У меня нет. И я не сомневаюсь, что Кремль это олицетворение воровства и предательства, что самое главное, предательства всех стратегических интересов страны и государства, образующего русского народа. Предательства русской сущности страны. Считаете, что президент Российской Федерации, он не... Я считаю, что одна команда, это одна команда. Разумеется, никаких двух команд в Кремле нет. Если бы они были, то мы бы это заметили. А их реально нет. Вот эта дама, конечно, она не допущена к каким-то кремлевским шашням. Ей в глотку вложили вот этот тезис о том, что кто-то там борется за наши интересы. Мы предлагаем считать этот тезис абсолютно ложным, проплаченным и исходящим от наших врагов. Сомневается кто-то из русских людей в этом? Если сомневается, пусть скажет, пусть назовет хотя бы одного представителя той самой команды позитивных людей, которые находятся в системе государственной власти. Пусть назовет хоть одного. И обсудим этот вопрос. Обсудим, насколько человек является порядочным, насколько он действительно борется за национальные интересы, насколько он готов решать русский вопрос в России. Вот Владимир Филин и говорит, это одна и та же команда. И здесь включается вот еще одна дамочка, вот эти, видимо, дамочки в пилотках. Это такие спецпредставители кремлевской администрации, которые начинают рассказывать нам о том, что вот если бы, нет, тогда бы. То есть у них такой домысел. Они думают так, что вот если мы не погибли до сих пор, значит в Кремле есть какие-то вот наши доброжелатели, наши сторонники. Нет их там. Нет и нет. И нет и не было никогда с ельцинских времен, да и с коммунистических времен. Там не было сторонников народной власти, сторонников русской сущности России, сторонников продолжения исторической России в современности и в будущем. Нет там таких людей. И поэтому вот у нас в движение внедряют вот этих засланных казачков, что они боятся, что мы придем и скажем, да вы все такие, понимаете. Мы не будем разбираться, кто из вас там, что позитивное делал. Вы все являетесь врагами, поэтому, ну а что с вами разбираться тогда? Они боятся вот этого подхода, который они сами применяют, то есть полностью отрезали себя от народа и там своими шашнями какими-то занимаются и используют, паразитируют на теле страны. Мы все это обнаруживая и показывая это всем, мы когда этот режим рухнет, а он сыплется, мы это видим, сыплется он каждый день, ощущение того, что под этим режимом все вибрирует и рассыпается. Мы скажем, вы полностью отделились от народа, поэтому народ вас и судит. И судит вас сурово, но справедливо. ФСЗ-99, а вводен войск НАТО на территорию Российской Федерации в случае техногенных катастроф и в случае народных волнений. Первое. Указ президента. Второе. Год его издания? 2007. Так. Наверное, знать бы надо, если нельзя. Так. Ну, вы знаете, ФСЗ очень много. Тихо, тихо, тихо. Минуточку ТОРы. Территория обновляющего события. Развитие. Развитие. Которые на сегодняшний день выходят из-под юрисдикции. Если мы здесь собрались, чтобы обвинить много президента, то осмысленно. Я не обвиняю, я вам задаю вопрос, а он мне обвиняет. Сейчас мы ответим. Вопрос по поводу территории. Это чисто пропагандистский разговор. ТОРы. Одну скуточку. Вот смотрите. Вы должны знать, что такое ТОРы в конце. Здесь приходят люди, которые ничего не знают. Они не знают об антироссийской, антирусской деятельности Владимира Путина. Они под указы и законы. Они не знают, что такое ТОРы. Они впервые это слышат. Территория переживающего развития, которых постоянно вокруг галдят о том, что это фактически государственный переворот, выход за пределы конституционного поля. И отделение от России огромных территорий, прежде всего на востоке страны, которые должны быть подчинены международным корпорациям, для которых статус резидента Российской Федерации, это ничто. Это неинтересно. Это преодолевается в два счета щелчком пальца, потому что нет власти. Нет власти на территории так называемых ТОРов. Власти нет. Не существует. И Путин передал вот этим корпорациям земли, наши земли. Одну секундочку. Хорошо. Мы ничего не знаем. Мы ничего не знаем вообще. Но мы хотим, чтобы в стране не было крови. Как вы предлагаете решить вопрос? Мы ничего не знаем, но я не хочу крови. Я хочу сказать примерно 200 слов, о которых вы даже не знаете понятия. Ну и смысл. Это разговор ни о чем. Предложите. Если мы понимаем суть вещей, то мы говорим о сути. И вот эти люди нам начинают рассказывать. Да мы вообще не о том, мы не об этом. Это все пропаганда, это все разговоры не о том. О чем говорить, если вы вообще ничего не знаете о своей стране? Историю вы не знаете. Текущую политику вы не знаете. Фантазируете по поводу каких-то там наших сторонников или каких-то позитивных людей в администрации президента или в правительстве. Кто вы тогда такие? Что вы приперлись, надели на себя эти пилотки? Да это просто позорище на вас смотреть стыдно. Вопрос. Мы ничего не знаем. Я не хочу сказать примерно 200 слов, о которых вы даже... Они ничего не знают. Они ничего не знают. Но им надо, чтобы не было крови. Нам тоже надо, чтобы не было крови. Но только мы знаем, как сделать так, чтобы не было крови. А вот эти вот балаболки, они не знают ничего. Поэтому и балаболят, и балаболят. Транснациональные корпорации контролируют на сегодня весь мир, включая Россию. А вы хотите поднять бунт, чтобы НАТО вошло на нашу территорию? А, значит, нельзя протестовать против военных баз НАТО на территории России, против захвата территорий корпорациями. Почему? Потому что если мы начнем протестовать, НАТО войдет на нашу территорию, и наше государство прекратится. Вот и простецкий, вот этот примитивный замысел кремлевских политтехнологов. Лишь бы не было войны. Поэтому надо сразу капитулировать. Вот мы уже капитулировали. Теперь нам оккупанты начинают объяснять, что ну не надо никаких протестов, потому что если что, то вы последние свои пяди и крохи потеряете. Только бы ничего не было, только бы ничего не происходило, это они называют кровь. Вот все, что мы делаем, все это, конечно, ведет к крови. А их родной Путин, он, конечно, ни к какой крови не причастен. Он вообще такой милый голубь, который только и мечтает быть как Ганди. Он и сказал так вот, и поговорить не с кем. Ганди умер, не с кем поговорить. Вот он, это Ганди, такое воплощение миролюбия и ненасильственных способов. Это человек, у которого руки по локоть в крови, так же как у его приятеля Кадырова. Когда все вскроется, мы об этом узнаем все. И о роли Путина в убийстве генерала Рохлина и других политических убийствах. Я уверен, что именно это и открыло, проложило дорожку по трупам. Владимир Путин прошел в Кремль. Когда мы все узнаем, мы ответим на эти вопросы по поводу, кто кровь проливал, кто за что, кто организовывал все это дело, кто организовывал перевороты, кто организовывал войны. И я уверен, что там вопросов не будет. Вопросов не будет, откроется такая информация, которая будет абсолютно однозначно. Много из этой информации уже опубликовано. Ну просто неудобно ведь это все читать, мы не поверим, это все было не так, мы просто не верим. Почему? Потому что вы путиноиды, вы не русские люди, вы не совсем люди, потому что у вас нет свободного самосознания, вы не способны самостоятельно мыслить. Поэтому мы с вами не хотим иметь ничего общего, потому что вы даже до человеческого звания не дотягиваете, а политической позиции у вас просто нет. Политическая позиция у вас называется халуйство. Вот халуйство Нодовцев, халуйство Федорова, халуйство Старикова. Вот это халуйство к нам пытается как-то прицепиться и даже перетянуть на себя и сказать, это мы патриоты, это мы за русский народ. Мы будем бороться против вот всех, всей этой олигархии, против этого варья и предателей. Да ничего вы не боретесь. Вы им служите и находитесь у них на содержании. Мы это прекрасно видим. И платят-то вам гроши, и все равно вы превращаете это все в бизнес, свой мелкий бизнес. Поэтому и люди вот в этих организациях вот такие мелкие, незначительные, ни на что не способные, не способные, не знающие ни своей страны, ни обстановки, ничего не знающие и не понимающие. Их задача вот только балаболить. Балаболят дальше. Вот ведущий, который я сейчас рассказывал, он сказал, что... Ага, вот ведущий нам не дал микрофон, мы хотели подойти и тоже сказать. Ну, здесь, естественно, подключается вранье. Ко мне подходили, просили что-то сказать. Я сказал, что на митинге время ограничено, и поэтому никаким посторонним людям, ну, если бы я знал, что это нодовцы, я бы более грубо сказал. А ко мне подходит какая-то тетка и говорит, вот мы хотим выступить на митинге. Я сказал, что митинг у нас всего часовой, больше власть нам не предоставила, поэтому выступающие заранее определены и лишних выступающих не будет. Более того, я даже на трибуне подошел и спросил, можно ли вот этой тетушке дать слово. Я не знал же, что она представляет вот такую подлую структуру, и вот то, что она говорит, я услышал только после нашего мероприятия, когда мне прислали вот этот ролик. Конечно, я бы им бы не дал слова, я бы и на трибуны их не пустил, я бы их из колонны нашей вытеснил, потому что это люди, это абсолютные враги, это наши враги. Чего они там делали? Чего они приперлись? Они приперлись для того, чтобы как-то смешать наши ряды, что-то там сказать, никогда они не получат из моих рук микрофон, это уж точно. Вот, но они не просили у меня микрофон, да, у нас передвижная звуковая установка, и вот все 40 минут, что мы двигались, я озвучивал наши позиции по разным вопросам. Им сказать, ну вот они сказали на свою камеру, на свой микрофон, сказали все, что они думали. Ну и вы видите, что они думают, что они думают. Ну, это мысли, мысли полицаев, мысли полицаев и предателей. У нас вопрос только в одном. Вот у нас есть люди, мы их на улицу водить не будем. Сегодня есть вполне интеллект для того, чтобы решить вопрос и с торами, и с депутатами. Сегодня страны уничтожают на законодательных инструментах. И понимаете, походы на улицу дают только что, приход сюда надо. Еще раз отметим, что боится ныне действующая власть, и что пробалтывает вот эта тетка. Пробалтывает она вот что, что людям нельзя выходить на улицу. Они страшно боятся того, что мы выходим на улицу. Они страшно боятся. Они понимают, что 100 человек на улице – это миллионы сочувствующих нам людей, думающих точно так же, как и мы. Они этого боятся. Они говорят, давайте на законодательном уровне. Ой, слушайте, давайте пойдем на выборы. Вот на выборы мы своих поддержим, а они потом, вот давайте мы будем решать вот только так. На выборах, вот у нас мы интеллектом все решим. Ну вы видите, какой уровень интеллекта. Уровень интеллекта вблизи нуля, около точки замерзания. Там мысли едва шевелятся, и шевелятся в совершенно неприемлемом для нас направлении. Мы этой власти такую шпильку под кожу всовываем, когда выходим на митинг или нашествие. Поэтому я вам говорю, слушатели русских новостей, организуйте массовые мероприятия. Организуйте. Присоединяйтесь к тем, которые уже есть. Выходите с лозунгами. Это не так затратно по времени, затратно по изготовлению этих баннеров. Учитесь говорить на митингах то, что вы думаете. Учитесь не произносить того, что не стоит произносить, потому что за это зацепятся, и вы окажетесь в тюрьме из-за какого-нибудь пустяка. Может, тетку вполне главой какого-нибудь регионального ФСБ можно назначить. Вот она думает ровно точно так же, как эти ФСБшники, так называемые чекисты. Это тоже наши враги, в этом нет никаких сомнений. Якобы там чекисты, ну, можно сказать, ну, чекисты, некоторые борются с реальным терроризмом и так далее. Может быть. Мы об этом не знаем ровным счетом ничего. Мы знаем, что ФСБ борется с русским движением. Проводит слежку, возбуждает уголовные дела и там ведет всякую самую пакостную, гнилостную работу, мерзостную работу. Поэтому у нас к ним никаких сочувствий, никакого сочувствия не должны мы с ними сотрудничать, вообще ни о чем разговаривать не должны. Это абсолютно и наши враги. Вот с полицаем пообщайтесь, ну, о чем вы можете с ним пообщаться? Ну, только так презрительно поулыбаться на все вопросы к вам. Ну, нет у нас до них ответов ни на один вопрос. Мы беседуем и в чем-то готовы убеждать только тех, кто убеждаем. А эти люди неубеждаемы, они нам абсолютно не интересны. Сегодня преступления совершаются только на законодательстве. Постановление, решение, Госдума. Видите, о чем идет речь? Речь идет о том, что нам надо работать над законодательством. Оказывается, все дело в законодательстве. Законодательство – это уже некий результат, результат деятельности политических сил, которые захватили власть. Вот Конституция Российской Федерации – это результат захвата власти Ельциным, совершения им нескольких государственных переворотов. В 90-м году, так называемая Декларация о суверенитете, в 91-м году, когда Ельцин был причастен ко всему этому безобразию, и там все эти его поступки, которые срывали подписание нового союзного договора, в декабре 91-го года, когда фактически волей его сторонников был распущен Советский Союз, хотя этого делать нельзя, невозможно, это было предательство, рассыпание государства, государственной власти и расчленение нашей Родины. Вот эти преступления, они совершаются сначала, совершаются преступления, а потом они оформляются в законы. Поэтому не надо нам парить мозги, мистер Козюльский. Вы являетесь просто пособниками этих преступников. Вы говорите, давайте мы с ними там в Думе будем обсуждать, нам нечего с ними обсуждать. Мы знаем, что все, что они делают – это преступления. Даже если на поверхности взять отдельный какой-нибудь фрагмент их законодательства и сказать, о, вот здесь вроде бы все правильно. Ну, чуть глаз, чуть точку зрения переместишь в сторону или чуть шире угол зрения, и все становится ясно, кому это выгодно, зачем это нужно. Все делается ради уничтожения нашей страны. Другого направления деятельности у высших органов государственной власти в Российской Федерации нет. Они набивают себе карманы и уничтожают страну, чтобы не было тех, кто мог бы привлечь их к ответственности. А НОТ – это просто их пособник. Вы считаете, что это лидер? Будет лидер. Вы знаете, ничего подобного. Стоп, стоп. У него 20% приблизительно где-то людей, которые здесь в Россию поддерживают. Стоп, стоп. Не более того. Ну, вот здесь тоже пробалтывается эта тетушка. Я тоже уверен в том, что не более 20% поддерживают Путина. И то поддерживают скорее по должности, потому что им сказали, что надо поддерживать. Они выражают. Как выражается поддержка? Ну, это же не закрытая анкета, авторство которой невозможно установить. Правильно? Это по должности. Учитель ты, врач ли, бюджетный сотрудник какого-нибудь бюджетного учреждения, работник правоохранительных органов, армейский офицер. Все эти люди вынуждены, их просто записывают в поддерживающих Путина. И таких вот придурков, как те, кто прилипляются к НОДу или к этому ПВО Стариковскому. Да, их очень немного. Меньше 10%. Вот вольных, те, кто по доброй воле поддержит Путина, я уверен, не больше 10%. Ну, сейчас просто, если его лишить президентского поста, давайте такой мысленный эксперимент лишим и поставим, кто за него проголосует. Вот если он без президентской администрации, без средств массовой информации, которые он подавляет, вот просто отошел в сторону и в сторонке постоял там месяц, два, три. А теперь давайте посмотрим, что он стоит без вот этого механизма подавления. Сколько он стоит? Сколько голосов будет за него? Я думаю, будет меньше 10%. А может быть, даже эти люди, которые привыкли любить начальство, они тут же от него отвернутся и будут смотреть на какое-нибудь другое начальство. Это же происходит мгновенно. Ну, смотрите, вот Лужков. Ну, молились на него все старушки, все пенсионеры. Нет Лужкова, и все, все о нем забыли. Кому нужен Лужков? Давайте молиться теперь на Собянина. Также Путин сменится, будет молиться на другого. А Путин не будет иметь никакого, ни рейтинга, ни популярности, ничего. Это пустышка. Потому что его делает должность. Его делает должность и насилие над страной, которое он осуществляет через средства массовой информации, через так называемую правоохранительную систему, которая душит, давит нас и уничтожает каждый день русский народ. Вот все, что у него есть. Поэтому, действительно, 20% не сомневаюсь. Никак не больше 20%. Остальные 80% это люди, которые вполне способны понять, что Россия должна стать русским государством, не подавляя никакие другие народы. Что здесь должна быть русская власть. Русские люди должны быть у власти. Русские люди по менталитету и происхождению желательно. Желательно. Хотя это не всегда гарантирует то и другое. Иногда менталитет становится впереди родственных отношений, иногда родственные отношения, родство со своим народом перевешивают. Поэтому здесь желательно, чтобы было и то и другое. Тогда власть будет стабильной. Она будет направлена на интересы подавляющего большинства. Ну, а вместе с большинством и на интересы всех остальных, исходя из принципа равенства граждан перед законом. Русская власть и равенство граждан перед законом. Все. Это решит все наши проблемы, но не на это направлена деятельность подсадных казачков. За кого организовали это все? А лица народа? Что? Вот это все. Вы нам за. А да? Будьте с людьми. А мы с кем? Они определяют, что это рамки тех или иных. А мы с кем? Вот тут подключается еще один, видимо, нодовец. Не знаю, почему он надет в такую форму, в этот берет. Может быть, он действительно входит в движение Новороссия, но он явно не является сторонником нашим. Зачем он сюда пришел? Будьте с людьми, говорит он. Да мы с людьми. А вы с кем? Вы с кем? Вы с выродками. Вы с выродками, с врагами нашего Отечества. Вы с Путиным. Путин – это враг нашего Отечества, враг русского движения, враг русского народа, враг России. Если вы этого до сих пор не поняли, то печально ваша участь. Печально ваша участь. Наша, впрочем, тоже. Если мы вам позволим защищать и далее этот треклятый, этот поганый режим оккупантов. Поэтому выходить на улицу и драться лбами нельзя. И мы здесь никак не националисты. Ну вот они и проговорились, мы никак не националисты. А мы националисты. Мы русское национальное движение, мы националисты. Вы интернационалисты, вы обслуживаете интернациональную олигархию. И на самом деле, не боитесь вы никакого НАТО. Вы прекрасно знаете, что НАТО не войдет, не надо входить. Тут и так все уже оккупировано. Зачем сюда вводить? Здесь экономическая оккупация уже состоялась. На всех постах находятся проамериканские силы. Ну о чем говорить? Сами же сказали. 20% у Путина, остальные все кто? Это ставленники олигархии. Ну и те 20 путинских, они тоже ставленники олигархии. Потому что сам Путин является ставленником олигархии. Вот они говорят, ну ни в коем случае не выходите. Потому что закон есть. Ужас какой. Закон есть. Ведь натовцы войдут на территорию нашей страны. Оказывается, нас закон должен беспокоить. Не сама фактическая возможность входа каких-то чужих войск. Кстати, про НАТО это вообще просто басни. Американские войска могут войти, натовские не могут. Они не могут согласовать. У них там каждая подпись это недельная процедура. Ну только что вот об этом недавно рассказали. Да я это и раньше знал. НАТО требует, чтобы перебросить там одну роту с места на место, нужно согласовывать в течение месяца. Ну там трех недель, двух недель. Чтобы пройти там, скажем, через территорию какого-то государства, натовскому контингенту, хоть минимальному. Это месяц, два, три согласования. Это не работоспособная группировка. Это политическая структура прежде всего. А в военном отношении, ну не может она работать. Ну посмотрите, вот в Афганистане они там увязли. И навсегда увязли, а кто там воюет, там что там, войска НАТО реально воюют. Там американцы. И если у нас поступают какие-то сообщения, то это о гибели американских солдат. А вовсе не о гибели там натовских солдат из этого контингента, из того. Нет, американские войска. Вот это и есть реально то, что может действовать. Но только не по натовским процедурам. Натовские процедуры абсолютно не позволяют им действовать. Там куча всяких противоречий. Это политический механизм, диалог там и так далее. И эта пугалка НАТО, ну до свидания. Кто не понимает этого, может отдыхать спокойно и упиваться своими мифами про НАТО. Мне-то точно известно, что американские войска, да, могут. Турецкие войска могут. При поддержке там, да, там навалят им обмундирование, вооружение и так далее. Только бы они двинулись в сторону России. Это может быть, ну никак не натовским решением. НАТО с Россией воевать. Да вы что, зачем же? Это всем достанется, значит. А тут вот двинут какую-нибудь там. Вот Грузию двинули. Ну а что НАТО-то не включилось-то, да? Могли бы. Ну вот Турция может дернуться там. Или кто угодно, не знаю. Прибалтийские какие-нибудь государства. Вот им скажут, ну давай, вас же сейчас завтра завоюет Россия. Давай, сделай что-нибудь. Ну что они могут сделать? Ничего они не могут сделать. Ничего не могут. Американские войска могут. Натовская, турецкая армия действительно очень сильная. И флот очень сильный, черноморский у Турции. Они могут, вот действительно, это два государства, которые серьезно могут осложнить нашу жизнь, но только не через механизм НАТО. И вот Китай, да? Вот это реальная военная угроза. А всякие вот эти разговоры, что знаете, по закону они могут войти. Да это наплевать на все эти законы, понимаете? Любое международное соглашение ротчерком пера прекращается. Постановление правительства раз и все. Это ратифицировали в Думе. Действует до момента, когда поставят свою подпись должностное лицо. И все, и все заканчивается. Поэтому все эти разговоры о вводе НАТО ерунда все это. Но то, что подписали этот указ, этот закон и целый там шлейф всяких постановлений, то, что все это подписано, говорит о государственной измене. Это политический акт. Это не акт военной агрессии, ну нет ее. Это акт измены, измены. Кто изменники? Их любимый Путин. Он это знал. А национальную гвардию он создал для того, чтобы олигархов и себя обеспечить. И то, что происходит сегодня в стране, это беспредел. И этот беспредел будет обеспечен национальной гвардией, которая будет спасать народ. Вы так думаете? От власти, да? Или власть от народа. А вы что думаете, что власть не имеет права защищаться? Вы вспомните, что власть не имеет права защищаться. Ну, обычный Владимир Филин сказал, все точно, коротко, ясно. И что, какая реакция вот этой дамочки? Это реакция сразу перевести разговор на что-нибудь другое. Власть должна себя защищать. Ну, а чего тогда дергаетесь? Тогда сидите, кляп себе в рот и сидите все спокойно. На законодательном уровне вам никто не даст. Они могут себя защищать. Поэтому не даст вам никто на законодательном уровне работать, пока вы власть не взяли. А если вы не хотите ее брать, ну, значит, вы либо сидите дома, либо вы пособники. Чего притащились-то? Чего притащились на наше шествие эти очень неуважаемые мной люди? Я думаю, что они никем не уважаемые. Вот кто послушает этот ролик, они поймут, насколько тошнотворны эти так называемые нодовцы. Это вот, знаете, пионерки какие-то постаревшие. И любая власть, она будет глупой, если они будут защищаться. Но вопрос в следующем. Сегодня преступления совершаются на законодательных инструментах. И сегодня, если вы хотите вывести людей на улице на кровь, то только именно тогда в Россию вступят в сапоги НАТО. А если все люди возьмутся и начнут контролировать власть в судах, в судах, правительства, решения, законы, которые приняли Госдума, то никакой крови не будет. Это тяжело, но это правда. Полный бред. Ну идите в суд. Вы когда-нибудь в суде бывали? Вы когда-нибудь пытались подать судебный иск против чиновника? Или против какого-либо административного решения? Нет, не кремлевского какого-нибудь там, а вот на уровне на своем бытовом. Вы бывали в судах? Но если вы бывали, вы прекрасно знаете, что чиновник и судья – это одно есть. Это одно лицо. Они имеют идентичные интересы. И гражданин против чиновника – ничто. Не ходите в суды. Ну вот это самое последнее – идти в суд и что-то там писать исковое заявление. Самое последнее, когда уже вообще не осталось никаких механизмов. Ну проще в прокуратуру написать, указать на нарушение закона. Выше стоящему начальству написать. Результат, скорее всего, будет нулевой в 99% случаев. В одном проценте, если вы угадали, вот есть какой-то конфликт, а вы в этот конфликт как раз шпилечку свою и вставили, тогда может быть что-то получится. Но вам никто ничего не обязан. Вы отдали власть этой шайке – все. Теперь сидите и молчите. Или обслуживайте эту власть вот так, как эти нодовцы ходят и обслуживают эту власть. И рассказывают, что мы должны делать. Мы должны, оказывается, по судам бегать. По судам бегать и на выборы ходить. Вот отлично. Вечная власть олигархии. Вот чего они добиваются. Поэтому я пришла сегодня сюда, чтобы сказать о том, что мы должны постараться сделать все возможное, чтобы мы с вами мирным путем, на законодательных инструментах решили эту сложную задачу. Они выводили людей. Ну что ж, засланным казачкам у нас не место. Пусть идут своей дорогой. Бог им судья, а суд божий, он бывает гораздо жестче, чем суд человеческий. Мы будем биться за Россию, за русскую власть в России, а всякие национально-освободительные фальшивки, засланные казачки, пусть идут куда-нибудь подальше от нас, подальше от русской истории, русской борьбы, русского национального движения и от русского государства. Я думаю, делать им нечего в русской России и в русском движении. Мы их не принимаем, мы их отбрасываем как совершенно ненужный материал, как мусор, как источник отвратительного запаха, предательства. А мы будем вместе. Русское движение пойдет дальше своей дорогой. Русское движение Русское движение Русское движение